Если мы здесь, внутри страны, станем ура-патриотами и скажем, да, мы только хотим в НАТО завтра, мы готовы воевать, Запад за нас не подписывается, мы оказываемся один на один с Россией. Россия ждет реакцию Запада, Запад говорит нет. Как будет действовать Россия? Вот вы говорили, что Россия повторяет Советский Союз. Копирует. Россия сегодня копирует только одну страну. И если вы хотите понять, как будет действовать Россия, она делает так, точно так как... Отзеркаливание, да, отзеркаливание. Здесь у них законы иностранных агентов, вот они понимают в России. Что сделает Россия, если сейчас Запад скажет нет или будет затягивать переговоры? Путь один. Она очень быстро, в чем есть технологический военный компонент. Выставит свои передовые стратегические элементы в Инусселе, Никарагуа и Накубе. Да. Калининград еще. И дальше скажет, я уже сегодня спрашиваю Вашингтону, как вы к этому отнесетесь? Они начинают, типа, ну, типа, ну, как? Я говорю, подождите. Они скажут, Украине можно выбирать формулу? Ну, и нам можно. Да, да. Начнется большой хай в Вашингтоне. Понимаете? Конечно. Да, начнется. Значит, Россия тогда скажет, давайте торговаться. Дальше. У нее были полевые точки. Калининград. Да. Сербия, возможно. Да. Беларусь, атомное оружие. То есть она быстро выставит все по... Это первый... Вторая линия. Она ведь что сказала? Почему вообще этот сыр-бор разгорелся? Потому что Россия считала, что вопрос стоит о НАТО. Но мы в прошлый раз пришли к очень интересному выводу. Не Украина в НАТО. А НАТО в Украину. И Россия поняла, что во времени она проигрывает. Она делала две красных линии. Никакой инфраструктуры, никаких персонала. Допустим, НАТО это проигнорирует. Что сделает Россия? Россия завтра, она не будет идти в широкомасштабное наступление. Ей это не надо. Это большие риски и потери. Мы уже не в 21 веке. Вы посмотрите, как они действовали в Сирии. В 20 веке. Она просто-напросто скажет, вот это я не пускаю. Патриоты вы хотите, я их не пускаю. Она просто-напросто, если их поставят сюда, ракетные удары, она их разбомбит. И дальше скажет, ну как вы в Сирии или в другой стране действовали. Что сделает Запад? Ничего. Он за нас не подписывается. Что сделаем мы? Ничего. Это невозможно. Допустим, НАТО, дальше вы видите, были вопросы учений в Черном море. Или НАТО решит поставить, допустим, здесь какие-то военные. Нет, провода. Вот что у вас. Россия просто-напросто завтра объявит зону полетной информации над всей Украиной. Мы что, забыли, как 28 февраля 2014 года Госдума Российской Федерации объявила, что Путин получил право нанесения превентивных ударов по всей территории Украины. Мы не забыли. До Львова. То есть завтра они примут и введут районы полетной информации над всей Украиной. Либо сделают эмбарго в Черном море. Они пойдут на такие действия. Запад уже расписался в бессилии. Он эту черту не переступает. И Россия заводит всю ситуацию в стратегический тупик, что все понимают, что договариваться надо. Вот о каких я не думаю, отвечаю, что они пойдут на широкомасштабное наступление. Плюс, что сейчас происходит? Ребята, не скидывайте экономический момент. Какая сейчас ситуация в энергетике? Вы знаете, что мы собираемся на 5 дней отключиться от системы... Да, ну я бы не входил... Подождите, это очень важно. Вы знаете, что уже есть обратный сигнал? Да. Если вы отключитесь, обратно мы вас не включаем. Вы представляете себе, если мы сегодня берем один атомный блок практически в Беларуси электроэнергии, если сейчас морозы, что... Что делать руководству страны? Сдаваться, выходить на бой, что делать? Руководству страны нужно посмотреть на вопрос рационально. Значит, общенациональный диалог, и надо выдвинуть свои инициативы. Ну вот, на первых, самые простые и запросные. Статус-кво, статус-кво, мы готовы рассматривать. Но тогда Крым и Донбасс должны прийти. Будапештский меморандум, давайте говорить по Будапешту и как его трансформировать дальше. Фактически у нас остается один разумный вариант. У нас есть два варианта по существу. Либо мы должны сказать народу, готовиться к войне. И это серьезно. Да, серьезно. И это уже нужно... И тогда народ тоже должен это почувствовать. Либо мы должны понять. А народ скажет, кого мы должны защищать. Вот эту продажную коррупционную элиту. Будущая формула безопасности Украины. У нас огромный вклад в будущую формулу европейской безопасности. Предложение нашего нейтралитета, либо односторонняя финская позиция. Тогда важный момент...